Как здорово, что вы зашли на мой канал, ведь сегодня я предлагаю немножечко похулиганить с акварелью, а именно создать вот такие вот фактуры с использованием мятой бумаги и акварельных красок. Для этого нам необходимо взять акварельную бумагу, в моем случае это 200 граммовая бумага, и аккуратно начать ее мять, потому что она не порвалась. После того, когда я ее хорошо помяла, я ее прогладила утюгом, да-да, не очень горячим, но утюгом с обеих сторон, и после этого, как вы видите, моя бумага приобрела такую некую фактуру мятости, помятости, и теперь, используя скотч, я прикрепляю хорошо к поверхности бумагу, чтобы она у меня не повелась от воды. Но в случае с работой с помятой бумагой, мы должны помнить, что уже помяв бумагу, мы немножечко как бы повредили поверхность бумаги, создали изломы, и, конечно же, когда будет у нас наплыв воды и акварель на бумагу, то бумага будет у нас вести себя немножко по-другому, и я вам рекомендую в этой работе по-другой держать бумажные салфетки, желательно белого цвета, потому что розовые или голубые могут вам немножко отпечатать след, и поэтому вы сможете контролировать салфеткой и промакивать вашу бумагу. Но для того, чтобы можно было создать три разных цветовых фактуры на помятой бумаге, у меня лист бумаги, как вы видите, скотчем разделен на три условно равных части прямоугольника. И первую свою фактуру я создаю при помощи теплых желтоватых оттенков по принципу заливок. Заливки в одном из видео, даже не в одном видео у меня показаны, как делается. В данном случае мы работаем приемом по-сухому, потому что бумага у нас уже немножечко повредилась, и сильно влажная бумага может не так хорошо себя чувствовать под акварелью. Но опять-таки вы вправе экспериментировать, чтобы понять материал, инструмент, с которым вы работаете. Данного рода задание дает возможность вам лучше почувствовать материал, понять, что вы можете делать с бумагой, потому что есть некие приемы письма на помятой бумаге, и это очень интересные получаются картины, можно создавать. Поэтому, зная, пробуя возможности своих материалов, это и возможности бумаги, и краски, и кисти, вам легче потом определяться с тем, что вы хотите создать на более сложных композициях. Поэтому эти упражнения дают возможность вам, как привыкнуть к работе с кистью, к возможности понимать, как разводить краску, сколько использовать воды. Вы точно так же понимаете, что у вас происходит с бумагой. Ну вот, как вы видите, когда работаю с цветом на помятой бумаге, то немножечко краска затекает как бы в складке бумаги, но в моем случае я использую хорошо разведенную краску, и мы не забываем, что влажная акварель выглядит немножко ярче, когда она подсыхает, она немножко становится светлее. Сознательно развожу посильнее краску, дабы потом, если что, добавить еще цветовые слои. Но помните, так как вы работаете с бумагой уже помятой, то вам необходимо в каких-то случаях давать бумаге просохнуть, не спешите, контролируйте то, насколько у вас влажная бумага. Если пошли уже сильные скатывания поверхности бумаги, как бы вредится верхний слой, размокается, тогда остановитесь, не трите, не переутруждайте бумагу, просто дайте ей хорошо высохнуть, либо же аккуратно промокните влажной салфеткой, вот сейчас сухой, пардон, салфеткой, как вы видите, сейчас излишки некие воды и краски, даете чуть просохнуть и работайте дальше. Но когда вы работаете с тремя видами заливок на одном листе бумаги, то, конечно, вам не нужно ждать, пока просохнет первая заливка, вы можете прийти ко второй, потом к третьей, и только уже потом, когда вы будете добавлять на существующие цвета подложки, как бы дополнительно вы сможете уже смотреть, насколько просыхает ваша бумага. Опять-таки, вы здесь при таких заданиях учитесь именно чувствовать материал, чувствовать свою бумагу, ее поведение с водой, ну и опять-таки, работу с кистью, с краской. Как вы видите, на первой желтоватой заливке, у меня уже слои подсохли немножко, я делаю верхний слой чуть более ярких цветов, но опять-таки, каждый слой все равно хорошо развожу с водой, потому что акварель достаточно прозрачный материал, у нас плотность и густоту, как правило, любят куаши и акрил, поэтому здесь рекомендуется, чтобы вы поиграли именно с возможностью влажности, разведения вашей краски. И, конечно же, здесь нет такого правила, что мы заливаем сверху вниз каким-то одним цветом, здесь, как вы видите, у меня один цвет плавно переходит в другой цвет, вы можете кистью с водой капать на те места, где кажется, вам более яркие, вода немножко будет разбавлять вам цвет уже на самой работе. Конечно, не забывайте контролировать чистоту воды в вашей емкости, в которой вы моете кисть. Ну и ту цветовую палитру, которую бы хотели вы использовать на вашей помятой бумаге, вы можете варьировать, в данном случае у меня показано, первое это в желто-золотистых оттенках, второе таких терракотово-коричневых оттенках, и третье в голубовато-умбристых оттенках. То, какие будут ваши цветовые фактуры, зависит от вашего настроения, пробуйте, у вас все получится, главное экспериментируйте, исследуйте те инструменты, с которыми вы работаете, и не бойтесь ошибаться. А я вам желаю творческих успехов, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписались, и буду рада, если вы будете делиться моими видео в соц. сетях. Творческого настроения, и предлагаю вам продолжить просмотр дальнейшей создания фактур акварельных на мятой бумаге. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот, закончив работу с акварельными наслоениями, мы даем хорошо просохнуть в нашей работе, и начинаем снимать скотч. И сейчас вы увидите, что у меня произошли такие небольшие моменты того, что некий слой бумаги оторвался вместе со скотчем. Ну, во-первых, я резкие движения сделала при снятии скотча, во-вторых, не будем забывать, что бумага, помятая, уже у нас немножечко повредилась свои слои, и поэтому пусть вас это не расстраивает, это опять-таки вы знакомитесь с тем, как себя ведет материал при разных ситуациях. И в этом случае я решила использовать голубой акварельный карандаш, акварельный, потому что он очень мягко и хорошо ложится на такую же фактурную бумагу, и немножечко такую, как бы нарисовать небольшую рамку вокруг своих созданных цветовых фактур. Не делайте это под линейку, используйте руку, вы можете посмотреть, как бы, как я это делаю. И в моем случае мне показалось, вышло достаточно интересный эффект, за счет того, что у нас есть акварельные размывки на помятой бумаге, и небольшие голубоватые края, обведенные неравнозначной линией, с небольшими такими, как бы, растушевками, которые дают свое интересное настроение. И голубой цвет в данном случае нам дает некую воздушность. Я вам желаю, чтобы вы создали не менее интересные фактуры, чтобы вы как можно лучше осваивали художественные материалы. Подписывайтесь на мой канал, пишите, пожалуйста, в комментариях, было ли для вас интересным это видео, и, возможно, вас интересуют какие-то вопросы относительно материалов. Я буду рада вам на них ответить. И большое спасибо всем тем, кто уже мне пишет, спрашивает советы. Я очень рада вам помочь. Творческих успехов и прекрасного вам радужного настроения. До встречи в следующем видео. Продолжение следует...